Мерседес Бенц СС-65 AMG AMG произвела на след модификацию модели СС-65, продолжающей славной традицией Мерседес Бенц. При потрясающей аэродинамике автомобиль послушен, удобен и самый важный и надежен. До 100 км в час это купе разгоняется с 4 секунды, до 200 км в час до 13 секунды. Традиционно выше 250 км в час поднять скорость не получится из электронного ошейника. Говорят, что если его снять, СС-3 будет гнать не меньше, чем по 300 км в час. Дает о себе знать модифицированный вариант двигателя, фирменная разработка AMG, B-Turbo. Он, кстати, сделан на основе знаменитого в России 600-го. BMW M3 GTR M3 GTR – воистине экстремальная машина. Обкатанная за первый год существования на различных выношенных соревнованиях, с 2002 года M3 GTR с юмой BMW поступила в совершенно свободную продажу. Двигатель объемом 4 литра и мощностью 350 лошадных сил, низкая, насколько возможна посадка, всего два сидения и салон без отлишков. За стандартную из красных гонок комплектация была предложена обычным городским водителям. Результат не заставил себя ждать. В США, Германии, миллиарди европейских стран, из-за невероятного уровня шумности, проезд по обычным дорогам для M3 GTR закрыли. Поплодателям этой модели разрешили гонять по 300 км в час, только на специально отведенных от спортивной гонки полигонов. Chevrolet Corvette C6R Corvette C6R дебютировала в марте 2005 года на 12-часовом заезде, спустя целый год тестирования на стройке. Как утверждает менеджер General Motors по гонкам, Гарри Тернер, Corvette C6R – это лучший спортивный автомобиль, когда-либо сделанный нами. Буква R в названии указывает на принадлежность данной модели категории Race, гоночных автомобилей, не рассчитанных на широкую публику. Porsche 911 GT2 GT2 без преувеличения – одна из самых скоростных силеных машин на сегодняшний день. Визуально не сильно отличается от 911 Turbo. Увеличены передние воздухозапорники. Немного занижен капот. Естественно, наибольшее значение имеет внутренние изменения. Была повышена мощность движка с 420 лошадиных сил до 462 лошадиных сил. Приведена работа над системой охлаждения. Результаты не заставляют свердать. Очевидцы тест-драйва утверждают, что устойчивость GT2 на скорости 300 км в час была просто потрясающей. К тому же была понижена масса на 100 кг путем замены полного привода на задний. Гастрол Симтек Ford GT Первые модели Ford GT были выпущены еще в середине 60-х. Когда модель называлась GT40, и высота автомобиля составляла 40 дюймов, примерно 1 метр 16 мм. Позже появились GT70 и прототип GT90. Однако в их названиях цифры уже потеряли свое оригинальное значение. Чтобы разблокировать эту машину, на загрузочном экране введите специальный код. Говорят, что British Petroleum, за подобную оригинальную рекламу машинного масла Кастрол Симтек, выложила кругленькую сумму. 1967 Chevrolet Camaro SS Chevrolet Camaro, появившийся в далеком 1937 году, имеет просто невероятное количество разновидностей. Уже за первые 2 года выпуска модель комплектовалась 12 различными двигателями. В одной из модификаций была Кастрол Симтек. В 2001 году Camaro была снята с производства по причине низких продаж. Одной из последних выпущенных моделей стал как раз Camaro SS, посвященный 35-летию этой марки. Интересный факт, двигатели Camaro SS почти бесшумны, настолько, что отчетливо слышны колеса. Продолжение следует... ... Продолжение следует...